Экзамены в каменном веке Проблема абитуриентов также стояла всегда остро. Когда набирали в охотники, пещерные юноши и девушки сбегали со всей округи. Каждый хотел иметь в жизни гарантированный кусок мяса. «Так дело не пойдет», — решили столичные. «Надо отсекать». Отсекли девушек. Им объявили, что охота не женское дело и что их место очага. Наплыв юношей, продолжался. Вели экзамены. На стене рисовали изображение оленя и в него предлагали метать копья. Дело оказалось нехитрое, преуспевали почти все. Тогда в глубине пещеры установили глиняную болванку и напяли шкуру медведя. За столагмит посадили шамана. Абитуриент должен был в кромешной темноте найти чучело и, не испугавшись, рыка, который издавал шаман, пронзить сердце звери. Пещера была глубокая и запутанная. Шаман ревел, как настоящий медведь. Появились двойки и отказы. Старейшины успокоились. Но вскоре отметки снова поползли вверх. Уже никто не отказывался. Приемная комиссия недоумевала. И тот шаман, который сидел за столагмитом, обратил внимание на то, что медведя находят уж больно быстро. И копьем тыкают без промаха. И даже сопят и покашливают в темноте, как-то на один лад. Устроили облаву и выяснили, что за небольшую мзду и экзамен сдают подставные лица. Одни и те же. Отсекать. В эти торжественные дни. Отсекать решили старейшины и добавили в экзамен еще отсечение пальцев. Этим они убивали трех зайцев. Ужесточили требования к поступающим, метели сдавших и отпугивали подставных лиц. Абитуриент пошел мужественный. Наступил, наконец, порядок. Субтитры создавал DimaTorzok